здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник украинский политолог вадим карасев вадим приветствую вас добрый день приветствую ваших зрителей в израиле в украине и других государствах мира спасибо в украине продолжается война на фронте идут бои но так получается что самыми медийными событиями из украины являются не сводки с фронтов хотя может быть о них мы тоже поговорим наверно там что-то происходит а то что происходит в центре киева я имею ввиду последние обстрелы энергосистемы в основном украинской иранскими беспилотниками камикадзе ракетами российскими и плюс самым медийным наверное событием стала стал разговор министр обороны россии шойгу со своими коллегами в некоторых европейских странах по поводу того что украина якобы производит так называемую грязную бомбу под ней имеется ввиду некий материал радиоактивный который можно распространить не специалист поэтому не буду вдаваться в технические подробности что такое грязная бомба украина это отрицает но в общем скандал нарастает по этому поводу и насколько я знаю инспекция магатэ собирается к вам в киев украину что-то там проверять по этому поводу расскажите подробнее что происходит в этой ситуации во первых вы очень резонно заметили в подводке свои подводки что сейчас на фронтах оперативная пауза какое-то знаете возможно затишье перед бурей возможно перед кульминацией это конец октября начало ноября перед промежуточными выборами в конгресс сша и затем 15 перед 15 ноября заседание большой двадцатки в индонезии а вот дело движется к кульминации но вот какая кульминация будет либо новый виток эскалации и развязка развязывание скажем так не контроле пока контролируемой ситуации развязывание событий которые пока связаны как-то их связывается так либо разрядка разрядка либо развязка вот это все будет понятно через дней десять но максимум две недели поэтому сейчас вот такая оперативная паза но это не значит что войны нет война же имеет комплексный характер она носит комплексный характер медийный психологический идеологический дипломатический но в целом геополитический характер не все решается на поле боя вот сейчас и в связи с приближением кульминации разрядки либо развязки либо вот накануне промежуточных выборов конгрессы либо связи с тем что все таки могут пойти или взорваться события под херсоном я говорю сейчас не о взрывах а о сама ситуация может взорваться так потому что пока накапливаются резервы но и оборона тоже укрепляется российскими войсками оно переключило более такой глобальный уровень и вот я бы назвал этот уровень помимо атаки атак дронов помимо обстрелов помимо нарушения разрушения инфраструктуры украинской война выходит на такую психологическую ядерную войну прежде всего между украиной и россией ну во первых вот вы сказали о так называемой грязной бомбе ну это похоже так я бы сказал на то что грязной бомбы нет а грязная игра есть потому что обвинения которые прозвучали и звучат из уст российских политиков и экспертов о том что вот запады украина стремятся сейчас развязать ограниченную ядерную войну ну согласно концепции еще германа кана 1960 годов вот они конечно же носят провокативный пропагандистский характер потому что на своей территории никто не желал бы так и не хотел бы не думал о таком тем более что как вы правильно вот отметили министр иностранных дел дмитрий кулеба пригласил экспертов магатэ чтобы они ну провели инспекцию всех необходимых институций организации атомных станций для того чтобы снять любые подозрения спекуляции и инсцинуации направленные на дискредитацию украины и украинского руководства но чем это связано во первых это связано с тем чтобы но пробить уж давно закрытые давно заблокированные каналы коммуникации потому что шойгу про ну проговорил по телефону погрел по телефону почти практически со всеми ключевыми державами ядерного клуба которые являются и одновременно членами совета безопасности давно такого не было это подчеркивалось вот последний контакт по линии мини-министерства обороны сша и россия был аж мая этого года но главный посыл какой здесь россии российский так российской инициативы вот такого рода вокруг грязного атома и в контексте вот этой грязной игры возьмите ситуацию под контроль украина может выйти из под контроля она готовит какой-то скажем так взрыв подрыв какого-то грязного какой-то ядерного взрыва поэтому необходимо вернуться скажем так каким-то переговором хотя бы на этом уровне чтобы не допустить хотя хотя бы хотя бы ограниченной ядерной войны не говоря уже о том чтобы вывести контакты даже можно сказать противостояние вот между сша и российской федерации или западами российской федерации вот на уровень карибского или кубинского кризиса октября 62 года вот это вот это одна там так история что первое вы должны все-таки скажем посмотреть на это с точки зрения безопасности они войны может больше скажем так помощь войне это одно так если говорить о наземных боевых операциях о наземных операциях но что касается опасности угроз ядерного оружия или применение ядерного оружия даже в ограниченном или даже в таком грязном варианте это уже касается проблем безопасности всего человечества поэтому ну судя вот если дальше развивать эту логику вы должны не эскалировать эту ситуацию вокруг украины и россии дальше контролировать больше украину это два чтобы скажем управлять по крайней мере эскалации третьих не вовлекаться в дальнейшую военную помощь с точки зрения по мы военной помощи украине ну и в конечном счете вот нужно выходить на какой-то скажем так искать какие-то переговорные или дипломатические позиции вот эта позиция россии что касается украины украина как раз подчеркивает что вот говорил об этом и президент зеленский о том что и неоднократно кстати говорил о том что если россия будет применять тот или иной в ограниченном скажем так варианте ядерное оружие на украине значит во первых можно и нужно западу ответить ударом по всем центром принятия решений в российской федерации это раз ну и во-вторых вот глава военной разведки украины буданов сказал что к сожалению вот у нас больной сосед у которого есть ядерное оружие поэтому запад должен здесь больше давить на россию больше помогать украине во военном отношении вообще задача своей состоит в том вот так мне кажется формулировать сейчас но скажем формулирует вот эту всю проблему и целевые скажем так ориентиры украина что задача состоит в том чтобы все-таки привести россию к такому состоянию когда она просто не может не сможет угрожать ни миру с точки зрения мировой безопасности с точки зрения ядерных ядерного потенциала не украине на долговременный период вот вот отсюда скажем и вот этот обмен психологический такими месседжами которые звучат все более более жестко так но если со стороны россии это со стороны министра обороны со стороны украины я не вижу пока заявление министерства обороны но вижу заявление главы военной разведки который делает ну и вот пока ситуация в таком ситуации ситуация выглядит вот так но что можно еще какой вывод сделать из этого что как бы запад первое что абсолютно отверг все обвинения россии в том что украина собирается или имеет такие возможности для проведения такого взрыва это раз но и во вторых соединенные штаты америки и союзники они как бы не вовлекаются вот в этот ядерный спор напрямую с российской федерации это два и третьим мы поэтому третий момент да высказаны там озабоченности но в принципе и сша и франция и британия ну скажем так с недоверием отнеслись к заявлениям российской стороны а что важно вот этот ядерный спор вот в таком варианте у украинцев есть грязная ядерная бомба они вот-вот должны ее применить позиция россии вот такие обвинения в россии а с другой стороны украинская позиция что россия обладая ядерным потенциалом несет угрозу не только украине но всему миру это превратилось опять-таки вы психологические медийный назовите да пока и слава богу надеюсь не будет виртуальный ядерный конфликт между россией и украиной а не между россией и западом и здесь запад опять скажем так участвует в этом конфликте так психологическом варианте или там информационном или медийном но прокси опосредованно вот как военным скажем так отношении наземном отношении запад не принимает участие в войне хотя многие говорят нам прокси война он участвует в военной помощи украине финансовой помощи ну назовем это хорошо опосредованная прокси война так вот и позиция россии заключалась в том чтобы втянуть вот в эти скажем так обмен ядерными угрозами ключевых игроков которые которые обладают ядерным оружием и которых ну скажем так от которых зависит сила запада запада 5 скажем так ушел вот этого прямого конфликта ядерного обмена ядерными угрозами по модели карибского кризиса опять трансформировал это все-таки в прокси позицию а не в прямое в обличении вот в этот обмен ядерными угрозами между россией и западом вот россия очевидно до сих пор думает что можно создать ситуацию которая напоминает карибский кризис или кубинский кризис октября 62 года не получается а скажите пожалуйста если вот весь этот скандал с ядерной бомбой был инициирован для тех целей которые вы описали не буду повторяться кто на ваш взгляд больше теперь выиграл или проиграл от того как развивается этот скандал россия или наоборот украина я спрашиваю потому что недавно например большая группа демократов в америке обратилась к президенту с просьбой надавить на украину с тем чтобы она пошла на переговоры и вообще боязнь ядерной катастрофы в странах европы он тоже очень большой и россия понятно пыталась на этом сыграть но судя по тому что вы говорите украина тоже получила свои дивиденды если сейчас вернется и страны мало комиссия магатэ и подтвердить что ничего нет то это только будет в плюс украине да и будет означать ною грязную игру вокруг атомной тематики россию так и означает уже во вторых что-то ядерный блеф который втягивает некоторых с юных штатах америки да известных людей и даже политиков и в европе вот в намерение вывести сша из ну скажем так военной помощи финансовой помощи украине в этом вооруженном конфликте в этой войне вот получается так что если вот а уже прозвучало все-таки заявление министров обороны и затем министров иностранных дел сша британии и франции что все это скажем так спекуляции и неподтвержденные заявления неподтвержденными фактами конкретными какими-то деталями со стороны россии значит риски ядерной войны специально нагнетает россию для чего для того чтобы показать что действительно перед западом стоят ну скажем более важная проблема риски ядерной войны и общей и безнародной безопасности нежели война в украине потому что многие сегодня в соединенных штатах америки пишут те кто ну скажем так условные или сторонники умиротворения они пишут так что что для нас важнее что жизненного что важнее для жизненных интересов сша риски ядерной третьей мировой войны или это война в украине или военная помощь украине где украина а где риски ядерной войны на территории сша что происходит в результате в результате появляется что эту тему нагнетает российской федерации это раз во вторых все таки тема сегодня перефокусирована на ограниченную ядерную войну на территории украины они на территории но на территории ограниченной территории украины так в районе вот оккупированных территорий потому что там как бы говорится о том что где-нибудь в районе херсонской области может быть так говорит российская сторона может быть взорвана вот эта грязная ядерная бомба они на территории соединенных штатов америки И в третий момент все-таки речь идет о неполноценном ядерном, скажем так, даже тактической ядерной бомбе. А так называемой ядерной бомбе, ну, мы не будем вдаваться в технические подробности, просто скажем, что это обычная бомба с радиационным каким-то, скажем так, компонентом, который может быть рассеянным. Поэтому и в целом получается, что эта тема не подхвачена на Западе и в Соединенных Штатах Америки. И более того, мне кажется, сейчас, например, те же трамписты или Илон Маск будут с меньшей охотой и с большей осторожностью затрагивать эту тему. Потому что все выглядит так, особенно вот на фоне приезда экспертов МАГАТЭ в Украину. Ну, и уверен, что они дадут положительные для Украины итоги этой инспекции. Так, это будет выглядеть как намеренное, скажем так, намеренное усилие Российской Федерации придать конфликту вот такой глобальный характер с ядерным, скажем так, подтекстом и контекстом. Для того, чтобы в конечном счете Запад пошел на переговоры и, как окончание вот этого, этой всей истории, на заморозку, как минимум, заморозку конфликта перед зимой, а как максимум на какое-то мирное соглашение. Вернемся все же к ситуации на фронте, особенно вокруг того, что творится под Херсоном. Оттуда идут разные сведения от того, что российские войска уже отступают, а украинские войска войдут в Херсон, до того, что наоборот украинские войска не торопятся входить в Херсон. Потому что ситуация там не такая простая, что, впрочем, подтвердил в известном интервью командир военной разведки Украины Буданов. Он сказал, что, по их сведениям, Россия не собирается отступать из Херсона. Но вполне возможно, что это было сказано специально, тут же не разберешься. Не пытаюсь даже понять, кто здесь больше наводит тень на плетень. Вопрос мой в другом. В связи с ситуацией под Херсоном очень многие военные эксперты и аналитики, в том числе украинские, повторяют такой тезис, что или ситуация разъяснится в течение недели-двух, собственно, об этом вы тоже упомянули, либо, что называется, замрет опять на период зимы. А почему, объясните мне, пожалуйста, почему многие сходятся именно вот в таком прогнозе? Почему зима является неким триггером того, как будет проводиться война в ближайшее время? Ну, это связано с климатическими условиями, потому что зимой вести наземные боевые операции очень сложно. Так, во-первых, нет зеленки, значит, труднее спрятаться от беспилотников. И все позиции, например, высокотехнологичных артиллерий, Хаймерсов, Цезарь и других высокотехнологичных артиллерийских орудий, ракетного, ракетного залпового огня или сольных, они будут видны. И мишень для целей противника. Так, хорошая мишень для целей противника. Частично военные особенности к политике, это не имеет никакого отношения? Нет, частично имеет. Почему? Потому что все-таки надо, сейчас я вижу, вот некое, ну, такое как бы неустойчивое, но равновесие военных сил все-таки начинают поступать мобилизованные вот со стороны России, и они начинают укреплять фронт, поступает новая техника. Сегодня, если я не ошибаюсь, Путин будет лично проводить совещание по вопросам военно-технического обеспечения, так, связанных вот с новыми поставками военной техники. Они фактически перешли в формат войны. Они официально не переименовывают специальную военную операцию. Потому что специальная военная операция – это больше вмешательство, вторжение. А это все-таки, если говорить по, скажем так, азам науки и военно-международных отношений, это больше вмешательство, это больше касается парадигмы безопасности, а не парадигмы вооруженной конфликта, как высшей формы войны. Вот они в войне. Это тоже надо понимать. И не случайно военком Киева вчера заявил о том, что, наверное, будет еще одна волна мобилизации в Украине. Поэтому все мужчины призывного возраста должны быть готовы к тому, что они получат повестки. Поэтому на фронте сейчас как бы может быть сложиться ситуация, когда наступит равновесие сил, то есть не будет сил наступать у России на какое-то время, по крайней мере на какое-то время, хотя не я вижу, подтягивают резервы туда, на Белоруссию. И это может быть и маневр обманный, потому что военное искусство – это всегда и обман. Туман войны, завеса войны, дым войны тоже состоит в этом. А с другой стороны, может, и подготовка к наступлению. И там несколько вариантов наступления с Запада, из северо-запада на Украину. Вот это один вариант. А Украина сейчас, вот мы находимся все-таки, ну, мне кажется, на пике своих возможностей. Да, резервы накапливаются, но уже вот тот темп, кураж, скажем, наступления, который был в октябре, в начале, в конце сентября, в начале октября, до середины сентября, он, конечно, сейчас немножко иссяк, я так скажу, мягко. Поэтому может такое равновесие. И все. На зимний период может быть охлаждение военных действий и по климатическим, и по военно-техническим, и военно-оперативным, и политическим возможностям. А может быть и политические возможности. И тут тоже политические представляющие. В чем нужно? Потому что действительно, уже звучат из Запада, вот там сегодня Макрон говорил, просил, ну, такая информация, просил понтифика, папу римского, так, Франциска, чтобы он мировал переговоры. И в эти переговоры был ревностный, так, и, как бы, хорошие отношения у него с папой Франциском, так, с католической церковью. И еще было ряд заявлений. Поэтому охладиться может не только, охлаждены могут быть не только боевые действия в силу какого-то временного, по крайней мере, равновесия, так, а может быть и не только кратковременного, а и более среднесрочного, так, и даже долговременного равновесия военного. А и то, что, ну, Запад тоже входит в какой-то там энергетический кризис, экономический, Европа, непонятно. Тут выборы промежуточные в Конгресс. То 30 либералов, демократов выступили с тем, чтобы Байден поменял свою стратегию относительно войны России против Украины. Так вот на слуху в республиканцев там понятная история, но тут и демократы, потому что тут и выборы, и все может поменяться. Поэтому сейчас, конечно же, вот такая неустойчивая пауза может быть несколько, вот я же говорил, несколько, ну, максимум две недели, там, 10 дней, может быть всплеск активности геополитической, информационно-психологической, военно-наземной, воздушно-военной, а затем может все-таки пойти ситуация либо вверх, куда, скажем так, Россия втягивает, так сказать, Запад, так, на уровень вот этого ядерного сдерживания, так, ядерного противостояния, но я вижу, что здесь меньше ядерного сдерживания, как было раньше, а больше ядерного противостояния. А может, наоборот, вот все-таки перед холодами и перед изменениями геополитической конъюнктуры, я тут уже не буду там про Китай говорить и так далее, так, вот, может ситуация и заморозится на дипломатическом треке, на более общем, на более глобальном уровне. Так что я не исключаю, мы же с вами неоднократно говорили о том, что к концу года может ситуация измениться и вот пойти в стадию либо замораживания конфликта, либо какого-то формата или какого-то сценария перемирия. И я вижу, что наше руководство как раз несколько нервничает, так, в этой ситуации, потому что, ну, первых, внутренняя ситуация, так, с инфраструктурой, как пережить военную зиму. Вот наш вице-премьер по реинтеграции Верещук заявил о том, что те, кто в Европе, не возвращайтесь на зиму в Украину, потому что может быть и отсутствие тепла, и продолжение инфраструктурных этих атак и так далее. Но и я вижу, что, ну, скажем, наше руководство, вот оно, ну, скажем, нервничает относительно того, как дальше будет Запад действовать в этой ситуации. Мы хотели бы, ну, мое мнение такое, что мы хотели бы, чтобы сейчас Запад был более активен, менее, скажем так, склонен к компромиссам российским. В этом смысле сейчас Зеленский проводит активную дипломатическую работу. Я не буду тут примеры приводить. И каждый день он выступает где-то, перед кем-то, и постоянно, ну, постоянно говорит о том, что... Секундочку, да. Постоянно говорит о том, что необходимо не идти ни на какие уступки Российской Федерации, потому что, ну, действительно, территории у нас оккупированы. И до освобождения этих территорий, до их деоккупации, конечно же, украинское руководство никогда не пойдет на переговоры. И тем не менее, и тем не менее. Вот так, мне кажется, обстоит история. Поэтому вот неделя-две решающая. Вадим, спасибо за ваши комментарии, за то, что нашли для нас время. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания. Спасибо. Спасибо.